Не снимает, нет? Ну, вроде пошла. Йоу! Всем привет! Всем привет зрителям канала Team Russia! Как настроение? Надеемся, боевое, потому что сегодня девчонки женской сборной играют отборочные матчи на Евро. Кстати, они играют не с Аббекем, а со сборной Нидерландов, поэтому накал страстей и эмоций сегодня будет максимальный. Я думаю, даже принципиальный, потому что сильных соперников всегда хочется победить. Это точно. Так что сегодня наша с вами задача это сгонять на стадион и как следует поддержать девчонок. А я лично очень надеюсь, что у нас будет возможность побеседовать с игроками и побольше узнать о их футбольной карьере. Отличная идея, но прежде предлагаю познакомиться. Погнали! Привет еще раз! Меня зовут Света Думич, я играю в футбол 5 лет и параллельно развиваю свой блог в Инстаграме, где рассказываю о жизни девушки-футболистки. Еще есть медийный женский футбольный проект «Ничего обычного», в котором я выступаю в роли ведущей. Всем привет, ребят! В своих кругах я больше известен как BizX и моя стихия – это уличный футбол. И я один из тех, кто ратует за развитие и популяризацию данного вида футбола как культуры, начиная от площадок и заканчивая манерой игры. Какие же мы болельщики без атрибутов сборной? Нужно обязательно что-нибудь надырить. С этой пандемией все пришлось отложить в долгий ящик. А? Как вам? Кстати, у меня прямо к этой кофте есть еще один клевый аксессуар. Только спокойствие, спокойствие, ребята. У тебя как просто библиотека. Да. Ничего себе. Знаете, золотой? Золотые. Самый модный парень на этом стадионе. Биза, ты меня тоже так же оденешь? У меня для тебя осталось только... Та-да! Ну давай, ладно, нормально. Самое то. Опа! Ну блин, теперь ты красивая, а я какая-то дудик. Вперед! Ладно, я что-нибудь придумаю. Все, Бизакса отжала кофту. Кепку мне все-таки не очень идет. Переиграли просто на ходу. Все, погнали на стадион. Еее! Тут РЖД-арена нас не очень встречает. Пошел просто ливень. Ну что, мы на месте. Как видите, погода сегодня просто плачет от счастья. И сегодня наши девчонки должны обыграть здесь сборную Нидерландов. Ну а наша с вами миссия – это добраться сухими до стадиона и получить аккредитацию на матч. Доставь оператора Душухова. Давайте, Лего, поехал, поехал. Возите Лего, давай. Застрял. Кстати, ни я, ни Биз ни разу не были на стадионе и внутри него, поэтому сегодня у нас такой дебютный день. Первенство. Да. Погнали за аккредитажкой. Если быть честным, то немного переживаю, потому что получать аккредитацию – это моя больная тема. Помню, на чемпионат мира мне подарили билет на финал, и меня не пустили. Надеюсь, сегодня такого не будет. Ну что, получилось? Все, без происшествий. На тебе твою карточку. Я испугался, не пошел за ними. Все, теперь в любое место у нас есть доступ. Еще один волнительный момент для нас. Мы никогда не встречали игроков прямо вот здесь, около автобуса, поэтому постараемся пережить все эти эмоции и заодно посмотреть, кого из игроков мы знаем лично. А такие, кстати, имеются. Янчик, удачи тебе. Спасибо. Давай, банку ждем. Тачки подъехали. Здесь все суперстрого. Прямо сейчас девчонки проходят санитарные рамки, так что здесь абсолютно ни для кого нет никаких поблажек. Ну а пока девчонки переодеваются, вы можете досладиться панорамой этого прекрасного стадиона. И моими танцами. А ну-ка. Футбол – это всегда праздник. Что на поле, что на трибунах. Мне кажется, локомотив для нас это просто как родное место, потому что очень много знакомых встретили вот человека, который смотрит нас в инстаграме, да? Да, в инстаграме, это обалдеть. Мы думали у нас школьники, а здесь... И дядьки, и скидки. А здесь, оказывается, все себе, посмотрите, а это наши студенты поехали. Апчии. Здорово, Авик, как дела? Знаешь, кто сегодня играет на этом поле? А что с настроением, Авик? Плохо ты оттренировался? А вот только недавно поступил в Академию Локомотива, вот. Поэтому накидайте лосика. Коротко об атмосфере. На самом деле, вообще ненавижу находиться с этой стороны в поле, потому что, когда видишь все вот это, сразу хочется оказаться там и раздать пар плотненьких, делать тигу. Вы понимаете, о чем я. Как там нам Гильермен завещал? Дев, давай, давай. Поддерживаем нашу сборную, ребятки. Давайте. Ну что, Дев, давайте. Верим. Ой. Все в пределах правил. Судья молчит. Вот дела. Пока менял локацию, нашим забили банку. Гол был практически не берущийся. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. А вот так вот реквир видят зрители Матч ТВ. Побороться, побороться. Хорошо. Побороться. Сейчас посмотрим, как сборная Голландия выглядит глазами вратаря. Ой, хорош, опасненько. Держать. Удивляясь нашему гиперу, который обладает очень хорошим качеством, это постоянно говорить, подсказывать. Во-первых, все знают, где кто находится, что нужно делать, куда двигаться. А во-вторых, это просто нереальный напор. И сбавлять темп просто с таким подсказом невозможно. Лайкосик к киперу. Посмотрите, как кипер подсказывает. Просто не молчит. Мне кажется, отрабатывает на все 200%. Рож, кип, спасибо за подсказ, здорово. Ну что, Дум, первый тайм закончился. Что скажешь по игре? Блин, честно, девочки на самом деле большие молодцы, потому что, несмотря на то, что они пропустили гол буквально на первых 5 минутах, они не расслабились. Они сейчас борются на каждом кулачке поля, дорабатывают друг за друга, пытаются что-то придумать на контратак. В общем, по игре я не могу сказать, что мы сильно уступаем где-то в борьбе, да, и мы также выгрызаем мяч. В общем, моменты есть, нужно их только реализовывать. Пока счет 1-0, мне кажется, что все еще может измениться. А мне кажется, за всю игру самым опасным моментом был этот момент, когда забили гол, и, собственно, к сожалению, они его реализовали. И мне еще очень понравился вратарь, который обладает очень хорошим качеством. Это подсказывает, просто не замолкает. Это шикарное качество. С таким подсказом просто невозможно расслабиться. Поэтому Кип молодец. Ну что, ждем второй тайм и верим, что девчонки дадут бой. Девочки, таким же... Не просто сравняют, но и выйдут вперед. С таким же настроем, с таким же рвением выходите, деритесь, доказывайте. Мы верим. Голландцы. Голландцы. Давай, ящик. Ой. Ой, убрали ящика. Хороший. Хорошая ситуация. Вот это Алсу сейчас самоотверженно пошла в борьбу и чуть не травмировались. Причем обе. Ну, вроде все встали, все живы, здоровы. И фолл в сторону Нидерландов. Ой, хорош, Зач, прям умный. Чирбак. Ну, ну, ну. Ай, Янчик, принимай. Только что прошли две опаснейшие атаки в ворота Нидерландов. И, слушайте, наши девчонки прям разошлись. Реально, они стали атаковать. У них стали получаться передачи даже на таком маленьком пространстве под прессингом. Фух, я думаю, то, что счет 1-0. И у нас есть все шансы для того, чтобы догнать соперников. Торт-голл был случайный. Все-таки давайте будем лукавить. Надь, привет. Скажи, пожалуйста, чего сегодня не хватило сборной для достижения победы? И что можно было бы исправить, чтобы счет был в нашу пользу в следующий раз? Я думаю, что реализации своих болевых моментов надо более преднокровно действовать, не спешить и не бояться, понимать, уже совершающие статьи и решения. Как ты, да, в одно касание? Я. Рабила. Несмотря на поражение, довольна ли ты своей игрой? Ну, к сожалению, недовольна, потому что можно было исправить некоторые моменты. Просто так, отмечая, не избавляться, я спешила. А если брать в целом команду, вот, довольна, действия? В целом, ну, мы сыграли, в принципе, в обороне хорошо. Ну, мы спустили один мяч, и все стандарты не расправились. Да, перемещались, конечно, достаточно организованно. Да, это в самом деле терпение, сложно, какое давление, если это наступно. А вот по поводу давления, как считаешь, вот пустые трибуны, они как-то влияют на атмосферу, на какое-то внутреннее состояние? Можно вообще? Ну, на самом деле, когда полные трибуны, все равно, когда уже конфетка матча, я думаю, что они могут заставить команду двигаться еще более, гнать вперед. И мотивация какая-то от них, да? Зато тренеры слышат. Это да, я даже слышала. А с кем у вас тогда следующая игра? Следующая игра 22-го в Латвии с Эстонией. В Латвии, то есть вы уже едете на вы. Супер. Не расстраивайтесь, я желаю вам победы. Мы все с вами. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну что, матч окончен, счет, к сожалению, не в нашу пользу. 0-1 мы проиграли. Но мы проиграли только по счету, но не по духу, потому что девчонки боролись до самого последнего момента. На каждом плачке поля выкладывались, выполнили установку тренеров. Поэтому я считаю, что это не то поражение, из-за которого стоит сильно расстраиваться и как-то корить себя. Девчонки, правда, сегодня были молодцы. Еще хотелось бы отметить, что кто бы что ни говорил про женский футбол, каким бы он ни был, это футбол, ребята. А футбол это эмоции, это целеустремленность, это желание побеждать, становиться лучше. И женский футбол ни в коем случае этим не обделен. И этот матч мне сегодня еще раз доказал то, что футбол это незабываемые эмоции, это командная игра. И я сама еще играю, и я просто смотрю и дополнительно заражаюсь вот всем этим антуражем, который здесь происходит. Поэтому, девчонки, не бойтесь верить, мечтать и достигать. Обязательно, если у вас есть такая мечта, идите в футбольные школы, развивайтесь, играйте в футбол, в свою любимую игру. И поверьте, футбол оставит в вашем сердце незабываемые впечатления. На этом, в принципе, все. Спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживали девчонок. Дальше больше, впереди у нас еще много важных матчей. Матч с Эстонией на выезде. Да, пишите комментарии в поддержку девчонок, ставьте лайки. В этот момент реально нужна двойная поддержка, потому что, когда ты играешь в гостях в другом городе, да, это все очень давит. При пустых трибунах. Ребят, обязательно поддерживайте девчонок, смотрите матчи, пишите им в соцсети, в комментарии. Ставьте им лайки, и они еще свое покажут. Улево, привет, Россия. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok